Так, Краснодар, общаемся с капитаном Быков Данилом Пелехом. Данил, с победой, во-первых. Во-вторых, такое ощущение, что сегодня была ваша погода. Были привычные, что ли, в конце концов, правда? Да, согласен. У нас погода такая очень часто и даже бывает жарче погода, особенно в такое время. Но при этом играть сегодня было довольно тяжело, учитывая, что игра получилась очень затратная в этом отношении. Да, согласен. Игра была очень энергозатратная и соперник тоже показал хороший футбол. Что касается первого тема, прежде всего, показалось, что порой не хватало скорости, чтобы успевать за ударами соперников, поскольку было много даровствора Спартака и не удалось всегда их накрывать. Да, первый тайм, видимо, была какая-то неуверенность. И я считаю, что первый тайм был за соперником. Во втором тайме, конечно, вышли и стали более быстрее играть. Данил, во втором тайме такое ощущение, что после перерыва как-то более заряженно вышли футболисты Казнар, учитывая разговор, наверное, эмоциональный, который был в раздевалке, правда? Да, тренер сказал нам нужные слова. Мы понимали турнирное положение, потеряли очки из Астрагино и понимали, что эта победа нужна как никогда. Да. Даня, в конце матча было ощущение, что скамейка больше нервничает, чем сами футболисты на поле. Не было такого? Я не следил за скамейкой, был сам в игре, на самом деле, но я был спокоен. Думаю, команда тоже была спокойна. Спасибо большое. Данил Пелех, капитан Краснодара после матча против Спартака. После матча Спартак-Краснодар общаемся с Степаном Мельниковым, футболистом Спартака. Во-первых, сразу понятный вопрос, что сегодня не получилось именно с игровой точки зрения? Я думаю, единственная проблема сегодня была, это проблема реализации моментов, потому что подошли мы к этой игре в оптимальной физической форме и создавали много моментов. В первом тайме могли забивать голов пять, но фортуна была не на нашей стороне сегодня. Казалось, что не хватало на поле центрального нападающего, который бы на себя внимание очень большой отвлекал, линия барона соперника. Не было такого? Да, возможно, потому что у нас сейчас центральный нападающий травмирован, и вместо него выходят игроки, для которых позиция центрального нападающего скорее второстепенная, а не основная. Но я считаю, все, кто играл в нападении, довольно уверенно справились со своей задачей. Наверное, нам этого не хватило немножко. Погода некие тяжести в игру сегодня не внесла, учитывая, что очень много было борьбы, прессинга, и то, что команды наверняка выматывались уже довольно быстро. Да, но погода хорошая. В такую погоду, я думаю, приятнее играть, чем когда холодно. В первом тайме мы играли первым номером, поэтому, думаю, Краснодар больше сил потратил. Но во втором тайме немножко темп игры упал. Я думаю, это как раз было тактической игрой Краснодара, и это им принесло свои плоды. Не ожидали того, что так рьяно Краснодар прорвется вперед с самого начала второго тайма, что и в голову платилось? Ну, это скорее наша тактическая ошибка. В принципе, ничего такого не было серьезного у них в атаке. Просто наша ошибка, и они ей воспользовались. Мы с ошибками соперника не могли воспользоваться. Спасибо большое, Степа Мельников, игрок Спартака после матча против Краснодара. Удачи! После матча «Спартак» Краснодар общаемся с главным тренером Краснодара Артемом Куликовым с победой, во-первых. Но и традиционный вопрос ваш в комментарии по игре. Я думаю, что на сегодняшний день это самый сложный матч, который мы сегодня провели. В рамках этого первенства надо отдать должное команде соперников «Спартак». Они очень хорошо сегодня действовали, имели достаточно много голевых моментов, ну, так же, как и мы имели голевые эпизоды. Но сегодня, наверное, удача улыбнулась нам. Мы больше желали, хотели. Мы во втором тайме именно это желание, и сказалось вот этого немного, и чуть-чуть хватило именно нам сегодня для победы. Я очень рад, что мы подобрали эти очки сегодня, потому что со Строгино было какое-то определенное неудовлетворение набором очков. Здесь мы подобрали, ну, футбольный бог, слава богу, был на нашей стороне сегодня. В первом тайме было ощущение, что была указка команда коллективу, чтобы те больше играли правым флангом. Фурин подключался активно, многие игроки центрополя смещались туда. Это был именно план на первый тайм поддавить на зону левого защитника «Спартака»? Нет, такого плана не было. Мы всегда стараемся играть активно, и у нас активно поднимаются крайние защитники на протяжении всех игр. Ну, так сегодня получилось, что правый край у нас работал лучше, в отличие от левого. Но, тем не менее, надо отметить и Фурин, это уже Пелих, который по ходу матча перестроился на позицию центрального защитника. То есть, ну, Фурин сегодня сделал колоссальный объем работы, прострелил подачи, то есть от него шла активность, и он успевал в фазу обороны, поэтому надо его отметить тоже однозначно. Он большой молодец сегодня, так как и вся команда наша. Мы с коллегами просматривали довольно долгий эпизод в первом тайме, когда получил повреждение Гайворонский, и так они поняли, что с ним. Можете как-то ситуацию просветить? Предварительно это сильный удар мячом с близкого расстояния в ребро, то есть с ушиб ребра, то есть для внутренних органов. Надеюсь, что все хорошо, потому что он уже, когда пришел в раздевалку, я поинтересовался, он сказал, что коуч, все нормально, будем играть. Жить будем, да? Жить будем, да. Было ощущение, что на второй тайм команда вышла какой-то невероятно заведенной, поскольку сразу же с первых минут пошли моменты давления, и в принципе краснормах забивать и один, и два, и три спокойно, правда? Да, это так. Мы пообщались в перерыве, это пошло на пользу, сделали корректировку по игре. То, что нам не удавалось в каких фазах, мы недостаточно дорабатывали, и очень важно, что ребята услышали тренерский штаб, и надо отметить тех ребят, кто вышел на замену, это у нас, как я говорил, читал от ребят третьего года, они большие молодцы тоже сегодня, и импульс, и динамику добавили игре. Ну, и команда соперника имела также глилые эпизоды, поэтому я еще раз хочу повториться, мы, наверное, больше всего не хотели, и я очень рад за ребят, что мы одержали эту важную для нас победу. Спасибо большое, еще раз с победой! После матча «Спартак» в Краснодар общаемся с наставником «Спартака» Вячеславом Вашкевичем. Вячеслав, ваши комментарии по игре? Ну, конечно, первое впечатление – это обидно проигрывать такие игры. На мой взгляд, ребята сегодня старались, выглядели на поле достаточно активно, мобильно, создали ряд очень хороших возможностей для взятия ворот, но, к сожалению, уже вторую игру подряд мы не можем забить, и это является проблемой. То, что если мы не забиваем, то как мы хотим выигрывать? Как раз сегодня даже по ходу встречи было заметно, что команде не хватает нападающего, в центре, который бы и внимание стягивал чужой обороной, и сам продавливал. Не было такого у вас именно в голове? Ну, нападающий, тот, который у нас часто играет Илья Галятов, он сейчас травмирован, поэтому заменяют его другие футболисты и стараются это делать. Сегодня были моменты и у Святослава Кожедуба, и у Влада Шитова, которые играли на позиции центрального нападающего. Мы сегодня не забили. Что в итоге с Саутовым, который был заменен в первом тайме? Ну, сейчас врачи отвезли его на рентген, посмотрим, подозрения на перелом. Каков был план, особенно во втором тайме, после пропущенного мяча, вскрывать чужую оборону? Что предпринималось для того, чтобы счет сравнять прежде всего? Ну, хочу сказать, что ребята молодцы и старательно выполняли установку. Мы старались играть первым номером. На мой взгляд, мы контролировали сегодня и мяч, и ход игры. Другое дело, что пропустили, потеря концентрации внимания в отдельном эпизоде при начале второго тайма не позволило нам, так сказать, положительно, и начать этот тайм, и дальше развивать. А старались больше взламывать оборонного соперника флангами и создавать численное преимущество на флангах. Удавалось, но не всегда, скажем так, это делать. Все-таки замены фланговых защитников делали тоже не от хорошей жизни. Да, ребята, кто получил травму, кто себя неважно чувствовал. Поэтому могу сказать одно, ребята старались, у меня к ребятам глобальных претензий нет. Есть ошибки, шероховатости, которые, естественно, будем разбирать и двигаться дальше. Спасибо большое, удачи в следующих сражениях.